В Уральске сложилась непростая ситуация. Родители детей с диагнозом сахарный диабет жалуются на отсутствие бесплатных лекарств в аптеках. Они утверждают, что жизненно важных препаратов, таких как инсулины, тест-полоски для измерения глюкозы в крови, нигде нет. Моя коллега Александра Миличкина выясняла, когда же в регионе вновь появятся необходимые лекарства. В Западно-Казахстанской области с сахарным диабетом страдают 57 детей. Последние три месяца они не получают положенных им бесплатного инсулина и тест-полосок. Этих препаратов нет ни в одной городской аптеке. Инсулин даже тут за деньги не купишь. А инсулин один картридж стоит 27 тысяч тенге. Приблизительно на неделе-две. Вот у меня у сына было позавчера гипо-предкомовое состояние. Он потерял сознание. Вот такие вот последствия ужасные. Они могут просто привести к смерти ребенка. Маленьким пациентам не выдают картриджи. Для шприц-ручек нет также систем помповой инсулинотерапии. Родители восьмилетнего Артема Тулаева заказывают нужные лекарства в Алматы и даже в России. А если этого не удается сделать, то используют инсулин для взрослых. Выдают 6, 8, 12. Это очень толстые иглы для детей, потому что инъекции вводятся несколько раз в день. 6-8 раз в день вводятся и каждый раз это синяки. С похожей проблемой столкнулись и в Талдыкургане. Здесь необходимых лекарств пациенты в больниц были вынуждены ждать. Но сегодня, говорят люди, проблема уже разрешилась. Плюсы-минусы бывает, там задержка. Брек, два-три дня подождать. Ну, лекарства выдают. Все, что необходимо, лекарства мне, в общем-то, они выдают. Даже вот медсестра, вот было, что она даже домой приносила мне вот эти лекарства. Решилась проблема с лекарствами и в Западно-Казахстанской области. В регион поступили препараты для лечения сахарного диабета у детей и взрослых. Также поступил весь объем тест-полосок для определения содержания сахара в крови. В ближайшее время их распределяют между нуждающимися пациентами. Перебоев с инсулином нет. В Минздраве объяснили причину задержки поставок жизни на необходимых препаратов в Уральске. Там действительно была проблема. В прошлом году, в ноябре месяце, поставщик сам отозвал партию этих расходных материалов в связи с выявленным браком и в плановом порядке производил замену этих резервуаров по всей стране. К сожалению, вот Западно-Казахстанская область осталась последней в списке и не успели заменить. Но вчера уже полностью отгрузили резервуары новые, которые уже без брака, и пациенты их получают.